История с обманутыми дольщиками многоквартирного дома по улице Стахановская в Сыктывкаре похоже разрешится благополучно и очень скоро. По результатам опроса большинство людей выбрали денежную компенсацию за недостроенное жилье. Накануне глава КОМИ Владимир Уйба, сотрудники прокуратуры и ответственных министерств рассказали дольщикам о способах реализации их прав. Алексей Карчма узнал все за и против. Градус кипения в зале мэрии зашкаливает. Люди годами ожидают выкупленное жилье. Платят кредиты, снимают другие квартиры. И на чем свет стоит, ругают застройщика. Их дом Астахановской не сдан и будет ли достроен, не ясно. Частный застройщик банкротится, судебные дела затягиваются. Помогите нам по Астахановской улице, все-таки там новоселье, и вот со всеми этими людьми, обманутыми дольщиками, поставить столы и отпраздновать эту победу. Строительство дома по улице Астахановская началось в марте 2016 года, с мая 2019 заморожено. Застройщик ООО «Вега» не справился с обязательствами, поскольку изначально закладывал стоимость квадратного метра будущего дома ниже экономически обоснованной. Наш застройщик, который подал в 2019 году на банкротство, сейчас это банкротство оспаривает. Поэтому действия дальнейшие пока блокируются. Ну, думаю, что в ближайшее время все-таки мы эту ситуацию разрешим в суде арбитражном, ну и дальше уже двинемся по тому, по той развилке, которую вы изберете. По сути, сейчас есть два варианта. Первый – ждать окончания судов, решать бумажные вопросы о собственности на объект, проводить экспертизу, разрабатывать новую смету на достройку. Если дом признают непригодным, его снесут. И все придется начинать с нуля. Нет реальных сроков, когда этот дом запустится. Но есть реальные подозрения такие, что этот дом вообще снесут. И сколько это времени займет? Вот кто-то с 16-го года ждет. Вы хотите еще ждать, пока Ермакович не остановится со своими судами? Кто-то хочет еще ждать? И сколько пройдет? Нам не могут дать гарантии, потому что эти люди вообще-то сторонние. Это мы с вами решили взять эту квартиру в этом доме. Непонятно, у какого застройщика. Второй вариант более реальный – получить деньги и забыть о жилье на Стахановской раз и навсегда, предлагает Владимир Уйба. Потребуется два месяца на изменение решений Федерального фонда о смене способа реализации прав дольщиков. Еще 10 дней на получение возмещений. Размер выплат по вашему дому, по тем, у кого на 100% выполнены обязательства перед застройщиком по уплате, будет равно рыночной стоимости квадратного метра на момент проведения оценки. Дольщики получат не менее 80 тысяч рублей за квадрат. Конкретная сумма компенсации будет озвучена на момент оценки. С учетом растущих цен на рынке жилья, очевидно, она будет больше. Найти другую квартиру по нынешним ценам сложно, но вполне реально, уверены сторонники компенсаций. На сегодняшний день, конечно же, у нас есть застройщики, которые дороже продают свои квартиры, но если поискать, можно найти, наверное, скорее всего, и за те же деньги квартиру, либо комнату в тех же квадратных метрах. По результатам опроса на собрании, 89 человек высказались за компенсации, 13 за достройку дома. Глава Коми Владимир Уйба дал поручение правительству республики сопровождать каждого дольщика с точки зрения дальнейшего решения проблемы с жильем.